здравствуйте дорогие слушатели как всегда по доброй традиции здесь я костя суханов здесь вы хорошие люди и мы собрались для того чтобы услышать хороший рассказ я с удовольствием вам расскажу но для начала быстренько расскажу от чего он появился и благодаря чему и кому вы его услышали у меня есть давняя слушательница зовут ее наталья фамилия е ричина и вот что она мне написала константин рассказ не хватает сердца о истории города норильска и беглых заключенных я считаю вы прочтете идеально сейчас много литературы и молодежь уже не знает кто такой оставьев старшему поколению будет приятно вспомнить этого замечательного писателя настоящего сибиряка ну а также она выступила меценатом оказала некую финансовую поддержку моему творчеству и благодаря этой поддержке рассказ появился спасибо наталья но вообще прежде чем мы начнем я бы хотел сказать что даже тот мой слушатель который не может финансово поддерживать меня всегда может меня поддержать это элементарно ваши лайки так называемый репост ну это если вы нажали поделиться и поделились со своими друзьями хорошими книгами я смею надеяться что я не записываю дерьмовую литературу поэтому поделившись вы всегда будете выглядеть не глупо и это пожалуй модно всегда быть ценителем хорошей книги ну что ж вперед к хорошему произведению этот рассказ часть большого произведения виктора оставь его царь рыба но он сам по себе прекрасно звучит является отдельной историей приятного прослушивания поехали виктор оставьев не хватает сердце и сами боги не могут сделать бывшие небывшим греческая пословица после всех этих занятных историй после светлого праздника подаренного нам светлой речкой опарихой самый раз вспомнить одну давнюю историю для чего я чуть-чуть под задержусь и вспомню было чтобы понять не виднее было где мы жили чего знавали почему так преуспели в движении к тому о чем я уже рассказал о чем еще рассказать предстоит брат доживал последние дни муки его были так тяжелы что мужество и терпение начали ему изменять он решил застрелиться приготовил пулю зарядил патрон в ружье только ждал момента мы почувствовали неладное разрядили ружье и спрятали его на чердак наркотики только наркотики погружающие больного в тупое полузабытие чуть избавляли его от страдания где же найти наркотики в богоспасаемом поселке чушь ночью продираясь сквозь собачий лай храп вырывая себя будто гвоздь из-за плота из пьяных рук ахального мужичья и резвящихся парней пробиралась в дом брата больничная сестра с бережно хранимым шприцем переведя дух бодро улыбаясь нам и брату она открывала железную коробочку с ватой шприцем просила больного приобнажиться и делала укольчик винясь за что-то сестра делала попытку еще раз улыбнуться желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор за плотов сараев перемещаясь от дома к дому от двора ко двору и по мере того как лай чушанской псар не удалялся затихал и наконец совсем умолкал мы все тоже успокаивались и с облегчением сердце выдыхали медсестра благополучно добралась до поселковой больницы располагающийся в деревянном бараке образца 30-х годов но так было недолго в чушь на лето собирались бродяги всех морей и океанов эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут взяв на сгиб руки топор аким холостяк бродяга и приключенец провожал сестру до больницы чуть было роман с нею не заимел помешала занятости болезнь брата время шло кольчик действовал все слабее все виноватей делалась улыбка сестрица аккуратно и самоотверженно идущий в ночь в непогоду чтобы исполнить почти уже бесполезную работу и тогда я решился ехать в ближний город где жил мой товарищ там жена его работала в рай здрав отделе и пожалуй может достать нужное лекарство уехал я не сразу была средина лета переполнены норильскими трудящимися еще в дудинки белые теплоходы проносились мимо чуши северный богатенький лют двинул на отдых наконец один теплоход подвалил средь ночи к чушанской пристани я таскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке в форменном картузе и обсказал ему о том как необходимо мне ехать просил любое место хоть на палубе штурман даже расхохотался услышав про место на палубе сказалась психология прошлого на палубе на дровах и на мешках в четвертом классе ныне никто не ездил и самого этого класса давно уж не было понявшись что все я погубил своим первобытным вежливым примитивизмом я употребил крайне малонадежное средство и выскрип из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет разлепивший ногтем билет на корочки которого тускло светились буквы союз писателей ссср а в середке конопушками пропечатались сырые табачны не курюш который год табак все виден вот зараза штурман недоверчиво читал билет потом еще более недоверчиво осматривал меня сказал что впервые в жизни держит в руках подобный документ видит живого писателя я от такого внимания сперва смутился потом приободрился и на вопрос что лично мною написано назвал две последние книги напечатанные в сибири штурман признался что ничего моего не читал некогда читать книги навигация но по радиус слышал что-то бдительность в этих каторжных местах развита отвеку и штурман на всякий случай еще спросил не родня ли мне николай васильевич астафьев работающий механиком на теплоходе калинников я сказал что родня это сын моего дяди по прозвищу сорока убитого на войне и пояснил что хотел дать на калинников телеграмму но в поселке вышел из строя телеграф ремонтники же прибывшие на повреждение неожиданно для себя и для всего народа загуляли штурман задумался он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро теплоход приткнувшийся к синему дебаркадеру уже начинал отшвартоваться то есть у нас одно место но я освобожу его по первому требованию могу вообще не занимать место на палубе постою посмотрели бы вы на себя вздохнул штурман словом едет в двухместной каюте один пассажир заплатил и едет судообствами богатый разницу мы ему выплатим только вы не мурмур штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу я настороженно слушал как внизу подо мной вздыхают машины как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике напряженно следил за щелью все шире и шире разделяющий теплоход и дебаркадр проснулся я уже недалеко от города в котором надлежало мне высаживаться сквозь решетку деревянных жалюзи слабое и рифленно сочилась солнце у дверей кают исправный но бледный телом мужик вплетенных белых трусиках чуть отемненных в соединении на поясе старательно делает гимнастику доброе утро бодро заявил он оборачиваясь я не сразу сообразил что он видит меня во вделанное в двери зеркало я хотел скандальчик закатить на пассажир не курящий тому же писатель говоря все это он бодро без одышки делал телодвижение вот начал наклоны туловища вперед откидывая ко мне чуть зарифленный зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов причиндалами мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой под корму долго тщательно умывался хозяин каюты еще дольше вытирался розовой махровой простыней вертелся перед зеркалом любую с собой поигрывая мускулами раздвигая пальцем рот чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык он выудил из-под стола бутылку коньяку огромную рюмаху напоминающий гусиное яйцо плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и держа посудину в пригоршне отпил несколько мелких глотков небрежно бросая при этом в рот оранжевой дольки апельсина я глядел и дивовался вот ведь выучился же где-то культуре человек а мы из земли вышедшие земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся куда и на что годимся культурно покутить это не хватает толку не умеем создать того шика той непринужденной небрежности в гульбе какова свойственно людям утонченной воспитанности как бы даже и утомление имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия друзей и приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер курят выражаются пьют по очереди из единственного стакана кто подогадливее полоскательницу из санузла принесет выхлящут дорогой коньяк безо всякого чувства сожрут апельсины иногда и не очистив некогда потому что орать надо насчет соцреализма о пагубных его последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности так и не заметит не вспомнит никто какой напиток пили и у кого и за сколько его ночью покупали каким фруктом закусывали утром самые умные храбрые пойдут на поклон горничной станут ей совать червонец на свинячили мол в номере последний стакан разбили натюрморт спиной со стены сшибли хозяин каюты начал неторопливо одеваться свежие носки свежую рубашечку брюки с серой мягкой шерсти с белеющими наподобие глистов помочь все это надеть-то расплюнуть но он растянул удовольствие на полчаса обмахнув щеткой без того чистые светло-коричневые скорее даже красноватые туфли подбреолил на висках волосики идущие в убыток сбил пушок над обнажившийся розовенькой плешенкой которая понял я была главным предметом беспокойства его сегодняшней жизни делая все это он попивал коньячок и безумолку болтал сообщив как бы между прочим что едет в загранку с тургруппой министерства цвет мета что в красноярске его ждут четверо соратников из управления отметив встречу в огнях ресторан огни енисея захудалого типа он уже через какие-то дни будет в париже какие девочки в париже ай-яй-яй не бывали в париже жаль коньячку не желаете я самогонку пью вы что так злы понятно несчастье понятно устали вы впрямь из сочинителей извините по внешнему виду узнаете сколько я их не встречал сочинителей то они все сами на себя не похожи и ценю ценю остроумие причем тут остроумие то он был чутки этот мужчина юноша чутки к тому что сулила ему неприятность умел избегать их и перешел на доверительно свой скитон раковый корпус в круге первым солженицына читали нет не читал да что вы не поверил он вам то ведь доступно нет не доступно но я считаю унизительным для себя бывшего солдата и русского писателя читать под одеялом критиковать власти бабе на ушко показывать фигушки в кармане поэтому не пользуюсь никакими ну а даже радио по ночам не слушаю и напрасно глядишь посвежели бы не впустую стало быть молвится что литература отстает от жизни хотя бы том-то и секрет жизни юноша что и отставая она холера такая все равно чего-нибудь да обгоняет парижанин утомился я отвернулся и стал глазеть в окошко всю-то зимушку это нами новорожденное существо таскало крадучись денежки в сберкассу от жены две-три прогрессивки парижанину жучил начальство на приписках ножок полярные надбавки зажилил лишив и без того подслеповатого хилого северного ребенка своего жиров и витаминов по зернышку клевал сладострастник зимою чтобы летом сотворить себе роскошную жизнь и сотворил горсть карамелек по столу нечаянно разбросана апельсинчик звездой разрезан цветок засохший безуханный валяется позолоченная штука который что-то и где-то ковыряют блестит бутылка заткнута безупречной пробкой чтоб питье аромата не теряла рюмки не стоят на боку лежат коньяк из них следует не лакать не хлистать а высасывать как сырое яйцо меня бы истошнило небось баринок же этот советский ничего привычен вот какие у нас в стране достижения вот каким вершинам интеллекта мы продвинулись где-то поди-ка был или еще даже есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящим человеке тот который строим ходил в пионерлагере или взухивал мы пионеры дети рабочих потом тянул на картошки маркошки да на стипендии в политехе где-то же костромской или архангельской полуистлевшей деревне то и на окраине рабочего поселка с названием затонный доживает или дожила свой век его блеклая тихая мать либо сестра брошенка с ребятишками от разных мужиков жизнь свою положившие на то что младшенького выучить чтобы он человеком стал такие уж на похороны не ходят не ездят зажжет интеллектуал свечку негасимую перед маминой иконкой то есть из родной деревни вывезенной с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает скупую слезу на рубаху уронит ложась спать тоскливо всхлипнет эх жизнь в рот ей коптящую норильскую трубу отпеть маман просила да где она церковь то на этой вечной мертвой мерзлоте веки вечные кто-нибудь от кого-нибудь отстает значит есть кого и чего догонять раз так общество не слабнет вы слышали заяц вымирает если никто его не гоняет продолжил умственный разговор все еще куда-то снаряжающийся все еще чего-то на себе подживляющий хозяин каюты потрясающее открытие может не самое лучшее но самое лукавое за все разумные времена литературы не хочет никого обгонять по простой причине чтобы не показать голову за аду а вы диалектик еще какой я ее диалектику то воистину не по галилею я ее по речам родного отца и учителя постигал здесь вот постучал я пяткой в пол теплохода на берегах родной реки юноша на практике осуществлялся его клич самые ценные для нас кадры заметьте юноша не люди не человек а кадры да уж где где но в вашем то городе солнце это диалектика получала самое яркое осуществление юноша мужчина покрылся серостью румянчик его разум зажух он засуетился захлопал себя по карманам и стриганул вроде бы чего-то искать этот закроет амбразуры недозакрытые нами этот заступится за друга за соседа этот перестроит мир явился мой сосед снова жизнерадостный добрый освеженный енисейскими ветрами из-под подушки он выудил маленькую кинокамеру с пулеметным дульцем пожужжал ею в растворенное окно тяготясь молчанием предложил сходить в салон ресторан меню там правда я ответил что на ресторан у меня денег нет и потерплю я до пристани назначения там у друга огород свой картошки непокупные ну-ну так уж и нету он говорят у шолохова миллионы вас юноша не точная информация миллионы это у детективщиков например у василия ардомацкого ардомацкий ардомацкий а что он написал путь абая а да переводной роман я вообще-то предпочитаю иностранную литературу французскую в частности балуюсь языком кейс кесюмся сверкнул он начищенными зубами как затянет месье бордевильда родную лучину как пойдет отбивать три пока петипа вознесенский как-то вы угадали ритмика энергичный пафос пафос да по пафос он у нас действительно еще и в тушенком астак по пафосу так и рвет рубахи на грудях на чужих правда здоровый малый вы знакомы не сподобил бог точнеющий несмотря на гимнастике юноша мужчина упорхнул на палубу резво пробежал мимо окна с выводком девиц жужжа кинокамерой на бегу же он просунул руку в окно за бутылкой сгреб в горсть два апельсинчика спал бы послышались возгласы щебет и даже рукоплескание несколько разморенный коньячком и весельем сосед мой вернулся в каюту прилег на подушку полу прикрыл глаза мне постель уже изъяли при этом горничная долго не могла найти полотенце которым я так и не воспользовался свернутая пластинка она завалилась за спинку дивана пока горничная возилась искала полотенце подозрительно на меня взглядывала я вспоминал как в свердловске знакомый литератор свалился с четвертого этажа в пролет лестнице угодил задом на решетчатую скамью побил ее в щепки сам при этом даже царапины не получил даже бутылка коньяка в боковом кармане неведомо сохранилась первая мысль у него была земна и до удивления обыденно вот еще и за скамейку платить придется моя мысль тоже вертелась вокруг полотенца за которые я готов был заплатить хоть пятеро больше чтоб штурман добряк не получил нагоняя пускай аж кого попала в класс сосед же мой до самого парижа атаманова есть такая пристань ниже красноярска рядом с какой-то атомной заразы оздоровляются норильские дети в пионер лагерях и нежатся набираются сил северяне парижане так вот млее от сладострасти станет мой парижанин до самого атаманова вопрошать или обдайк сопрет полотенце мимо окон раз-другой белогрудой ласточкой пролетела девица с надменным поворотом головы и треплющимися по ветру волосами оживленно хохоча всякий раз при ее мелькании мимо окна вздрагивали веки моего соседа и непородистого носа на крепко я помешал компании норильских интеллигентов культурно отдыхать крепко послушайте юноша вот за этим мысом будет остров потом еще остров потом заворот в протоку я с вами распрощаюсь извинившись за неудобства вам доставлены но я хотел бы задать вам один вопрос взамен многих вами заданных вы мне все рассказывали роскошной жизни в норильске о розариях о бассейнах о заработках а фруктах везом их по воде и несом их по воздуху даже о французской туалетной бумаги с возбуждающими картинками но вот о городе а самой ты его истории не звука не открывая глаз все так же развалиста дыша юноша мужчина пожал плечами а разве есть у него история все больше ни слова есть город норильск где венчался то есть в горзаксе расписался премьер-министр канады трюдо капризом которого надо потакать у трюдо надо выпрашивать хлебушек пусть и за золото это вам не советский колхозник у которого можно забрать все ничего не давать трюдо увидел город фонтанов дворцов монументов город трудные но высокооплачиваемой жизни город которому минуя сотни поселков и старых приенесейских полуголодных городишек современные транспортные средства мчат все самое вкусное модное но есть города которым не хочет знать и думать этот вот перенасыщенной информации современный строитель передового общества презирающий литературу за отставание от жизни которые впрямь больше говорят постанавливают рукоплещут пляшут пьют и поют чем пишут все так все так но этот сотворитель современной жизни светлого будущего прошел в школе сдал в политехи и прошлую нашу блистательную литературу все прошел все постиг что ему нужно для удобства жизни история же его города неудобно грубо от нее может голова разболеться от нее задумываться начнешь а вот задумываться этот сладострастника не хочет а зачем он ждет в каюту ласточку красотуль а я тут с историей да с какой историей мы трое парнишек папа и сыль на поселенец по фамилии высотин рыбали ли на енисеи возле демьянова ключа что в полсотни верст выше по реке от города и гарки вскоре после средины лета нас обокрали тайге где на избушке построены в начале тридцатых годов связистыми ветшими линию заполярье нет даже петли для замка по причине отсутствия лихих людей и обокрали судя потому что унесено было все съестное оружие с патронами и кое-что из одежонки не составляло труда уяснить сделали кражу норильца норильцами тогда называли беглецов из тундры строивших там город под незнакомым и мало кому известным названием норильск строители проводили самую северную железную дорогу от дудинки до будущего города дорога это тут же возникла на всех географических картах во всех школах все учителя и все ученики охотно тыкали в нее пальцем и с таким чувством говорили о ней будто сами ее строили больше же ни о чем и не знали знать не хотели на север с весны до поздней осени беспрерывным потоком шли караваны барж с оборудованием машинами харчами и живым грузом слово зэк появилась потом тогда же их деликатно именовали переселенцами спецконтингентом вербованными под конвойными еще как-то витиевато и секретно возили арестантов насыпью в трюмах пароходов и в баржах енисей на севере штормовая река но конвой если совсем трусливый и подлый не открывал трюмы и достигнув дудинки живые люди сгружались на берег с таким облегчением и радостью будто достигли земли обетованной новую америку обживать приехали по северу ползли слухи один страшнее другого однако время было воистину такое когда словам не верь своим глазам верь нашей совести внимались детской доверительностью но не бывает дыма без огня и огня без дыма вслед за слухами о норильцах поползли и сами норильцы шли они сначала открыто и только по берегу енисея оборваны заросшие до корост съеденные комарами кашлящие от простуды свалившимися от голода глазами упорно стоически шли и шли они вверх по реке питаясь тем что добудут в тайге и подаяниями рыбаков охотников встречных людей города и крупные поселки обходили насилий воровства и грабежа избегали еще действовал древний никем не писанный закон сибири беглого и бродяж его людо не пытать а питать в тридцать седьмом году мудрое карательное начальство приняло меры за поимку и выдачу беглого норильца 100 рублей премии или поощрение так туманно именовались воистину иудина серебряники спец переселенцы коренные промысловики прежде всего староверы не клюнули на тухлого заглотоша они в таежных теснинах ссылках и казематах постигали суровые но неизбежные законы малозащищенной земли однако вербованные людишки падки на дармовщину развращенные уже всякого рода подачками а также наивные северные народы долгани нган саны селькупы кета и венки не ведая что творят стали вылавливать врагов народа и доставлять их на военные караульные посты выставленные в устье глубоких речек озверелые тоски в шеи волчьего житья в землянках постовые конвойники и патрули жестоко избивали пойманных и возвращали на объекты для скорым судом им добавлялось пять лет за побег а героин к в дэшных служб вместе с падкими на вино полудикими иногородцами пили до зеленых соплей на деньги дуриком доставшийся вино было дешевое время бездумно и энтузиазму полное середине лета по тихому енисею плыл плотик на нем стоял крест к кресту как иисус христос был прибит ржавыми гвоздями тощий ногой мужичонка на груди его висела фанерка на фанерке химическим карандашом нацарапано погиб пижон за сто рублей кто хочет больше это был вызов война отселение к селению от станка к станку ползло вырезали семью долган на острове тальничном изнасиловали девку и груди отрезали живьем сожгли в избушке баканщика с женой отстреливался вышла ватага норильцев на игарку с винтовками даже с пулеметами обложили город чего-то ждут деревушки и станки рыбацкие бригады вооружались крепли запоры детей перестали пускать одних в лес женщины ходили на сенокосы по ягоды партиями слухи слухи гораздо на них наша земля однако не очень им пока верили но вот наша избушка в устье демьяного ключа и лихаимство в ней совершенное по здешним местам неслыханное накладку и петлю в кузнице станка полой мужики сковали висячий замок в магазине приобрели и стала таежная избушка уже не просто таежной но потаенной человеком от человека спрятаны однако замок-то не от лесного варначья от своих людей защита на исходе лета как всегда недоспавшие вялые мы поднялись в четыре утра чтоб плыть на сети зябко ежесть потянулись один по одному из избушки было светло ночь еще только начинались стремительные темные августовски ударил первый и не все оцепенело вокруг на белом крыльце избушки начищенными пятаками лежали желтые листья за избушкой в кедрачах звонко по весеннему таковал глухарь стукая со стволы деревьев падали последние подмерзлые кедровые шишки по всей округе озабоченно кричали кедровки с озер доносился тоскливый стон гагары собирающийся в отлет первые проблески длинной осени первое холодное дыхание коснулось тайги заплыло в ее гуще скоро конец нашей рыбалки послышался чей-то короткий окрик я думал папа решил меня подшевелить заспешил вниз по тропе к берегу и увидел встреч идущих высотина папа увидел я чего-то не сразу почувствовал неладное сосна его не воспринял не испугался папа и высотину лодки должны были собирать весла богор иголки для упочинки сетей заснятые и корнице и всякое добро и приспособление кто-то видать заплыл и завернул к нам вот они вернулись отчего-то правда растеряно крупное лицо высотина папа в дождевике полы которого касались земли мили по мху и по траве оставляя поцарапанную вы не полосу светливая походка его как бы подсечена замедлено вроде бы он не идет только дождевик двигается скоробленно мерзло пощуркивая папа уставившись в пространство и не моргая прошел мимо ни слова мне не сказав с похмелье бывает такой сердитый отстраненный мой родитель я даже отступил с тропы пропускаю его следом за высотином и отцом шли двое молодой еще мужик со старапанным щербатым лицом кустики бровей над светлыми его слезящимися глазами ссохлись от крови весь его драный затасканный облик и различимое под царапинами а спиная щербатость придавали ему свирепый вид однако у него была длинная беззащитная мальчишеская шея глаза цвета вешней травы смешные кустики бровей расползающиеся губы в угольно-черных коростах все все говорило о покладистости может даже о мягкости характера этого человека но именно он этот парень держал наперевес одноствольный дробовик со взведенным курком за ним хлопая трепьем грязных портянок вылезших из пробитых рыбацких бродни спешил мужик с грязно спутанной бородой похожий на банную мочалку которую пора выбросить из обихода глаза его сверкнули из-под серого спутанного волосе я забитого мушками комарами остатками какой-то еды скорее всего шелухой кедровых орехов он давил обувью тропу в наклон гнал себя в гору ускорение у него не получалось изнурился человек что-то во мне толкнулось и тут же оборвалось свинцовым грузилом упала на дно на рельсы я недоверчиво смотрел вытянувшуюся по тропе артель сзади всех шел мишка высотины почему-то улыбался загадочно смотревшись я обнаружил улыбка остановилась на мишкином лице и у него не шевелится не губы не глаза не ресницы ноги тащатся сами собой тащит его но он их не слышит и не знает шагает ли плывет ли тут я почувствовал что тоже начинаю улыбаться неизвестно чему и кому однако шевельнуться не могу но тот с бородою пройдя мимо меня обернулся махнул рукой и обыденно по-домашнему позвал давай давай избушку мало и не запирай крикнул он петьки совавшему дужку замка в петлю никак туда не попадал петька отступила двери с замком в одной руке и с ключом в другой понурился небось ему казалось если бы он успел замкнуть избушку никто в нее не сунулся возле крыльца руки по швам стояли уже высотин и отец щербатый теперь заметно сделалось недавно бритый парень отчего лицо его там где ничего не росло на носу по низу лба и на щеках было дубленно почти черно где брита все в бледном накате он стал в отдалении против дверей курок у ружья был совсем маленький откинутый назад ружье старое разбитое чуть до вани на собачку и мне стало совсем страшно так страшно что все последующие я помню уже плохо и нема как будто в глубину воды погрузила меня и закружила на одном месте петька теперь уже в руках терзает замок засунет дужку в щель замок щелкнет ключ повернет замок откроется высотин по команде смирно стоит большой несуразный мишка все улыбается папа силится что-то мучительно вспомнить например любимое пьяное изречение всем господам по сапогам нам по валенкам бородатый мужик заметая наши следы лох маме портянок скакивает на белое крыльцо выхватывает у петьки замок и кидает его в щепу накопившуюся возле избушки и протыканную иголками подмерзшей травы петька пятится вот-вот упадет крыльца высотин подхватывает его сзади поддерживает дверь избушки широко распахнута выстанет же хочется сказать мне в избушке шарится чужой человек мы стоим подле двери и все тоже вялая мыслишка но вы истудит же вы истудит тепло шевелиться в моей голове бородатый выходит на крыльцо обращается как пугачев к народу он чем-то и похож на пугачева ружья где хлеб обокрали нас ружье унесли отвечает четко и внятно папа за хлебом не успели сплавать поддерживают его высотин что говорит высотин что говорит если они поднимутся на чердак хлеб у нас там он забыл забыл из казня от тянет исправить ошибку старших показать чердак мы уже не маленькие раз высотин сказал значит надеяться на нас весь хлеб на столе добавляет высотин а на столе у нас осталось пол булки хлеба закрытого берестой бородатый знаком показывает всем следовать в избушку входим чинно будто чужие рассаживаемся на нарах мужики на высотинские нары мы ребятишки втроем на наши в избушке притемнело не так заметно мишкина улыбку постепенно превращающуюся в судорогу тяжелее тяжелее делается у него челюсть оттягивает и перекашивает в сторону лицо парнишки сидим праздно болтаем ногами петька опершись руками а нары готовы в любое мгновение вскочить куда-то броситься что-то делать нам на сети пора мы ведь на работе почему-то гнусава завел отец говорите чего вам надо закурить хотим в дверях появляется щербатый парень прислоняет косяку ружье взведенное отец протягивает ему кесет вы чего же это своего брата укоризненно качает он головой бородатый сломал уже несколько спичек волк брат выхаркнул он из бороды вместе с дымом цигарка спешно скрученная мокрая расклеивается у него во рту по бороде потек табак парень оседла в порог тоже торопливо закуривает но цигарку делает толкового туго и видя что его связчик цигарку свою совсем загубил отдал ему свою себе склеил другую после чего выспал в карман из кесета весь табак и молча возвратил кесет отцу зажав кулак коробок со спичками еще мохорка есть будто по команде мы вскидываем головы над нашими с папой нарами на стене висит белый удавкой перехваченный мешочек в нем спички мохорка с ними приказывает бородатый петьки парнишка словно хрюзок вынурнул из темной воды схватил белый поплавочек рванул веревочку леску с гвоздя щербатый парень не глядя бросил мешочек с табаком свой холщовый затасканный мешок с коми приделанными вместо лямок разувайся приказал бородатый высотину этот неловко начал утягивать ноги обутые в новые резиновые сапоги под нары да что вы ребят мы ж рыбачим мне ж разувайся вдруг замахнулся и ткнул в грудь высотина бородатый петька отшатнулся и взвыл как бы разбив своим выпадом некую еще существовавшую до 7 минут и неловкость сковывающую его матерясь в бороду скаля зубы бородатый заметался по избушке принялся разбрасывать постеленки наши залез под нары выгреб щепу и крошки сена оттуда свешилки петьки на телогрейку рванул потянул на себя не лезет скомкал бросил выскреб штаны рубаху из изголовья нашей постели быстро на себя натянул стоял над кучей брошенного на пол тряпья нетерпеливо перебирая грязными ногами заранее радующимися теплой сухой обуви но высотин бросил к ногам бородатого сначала один затем другой сапог подавись громко спробудившийся ненавистью сказал он и папа битый жизнью людьми больше чем высотин тут же попытался сгладить эту грубость что-то забормотал примирительное взялся помогать мне растоплять печку а чего ее не растопить нашу печку дрова как порох бересты сколь угодно загудела печка заподрыгивала оба на рельса потянулись к ней портянки высотин размотал портянки остался на нарах большой весь боссы хотя с него сняли покуда всего лишь сапоги портянки казался он до нога разутым раздетом костистые большие ноги его вдоль и наискосок перепоясанные бледно-голубыми жилами выглядели сиротливо жалко бородатый прямо средь избушки сел на пол и с пыхтением обувался поднявшись он пробно потоптался как дитя радуюсь обнове притопнула скалился и снова сверкнула в бороде зубы у него были молодые еще не разрушены значит на севере недавно а цинжать не успел ну чё все более у нас брать нечего нам на сети надо не гомони мужик сядь взяв ружье и устроив его на колени спокойно приказал щербатый парень высотину велите одному малому принести рыбы другому дров третьему раскочегарить печку самим сидеть и не рыпаться я не конвоир предупредительных выстрелов не даю печка топится и пуганого не пугай не зайцы тут а рыкнул высотин подсказитель какой и храбрец его в норильск в забой петь колух выбрал из бочки вкопанный в берег самую отборную желтым соком исходящую стерлить чем привел в неописуемое бешенство бородатого что за рыба тот такую падла живет все вон в каких-то колючках уймись вскинул руку его спутник нет ли мужики и щуки налима этого добра навалом песка примчал соленого на ли мище и острорылую величиной спалена щучину с тряпично болтающимся выпоротым брюхом вот это жарева потирали довольно руки на рельце от привычно жиру бы в ней будет и жир только рыбий это еще лучше слепнуть от мошки уже начал доходим и дойдете кудынить они едва дождались чтоб прокипела в противне ели рыбу полусырую не отмоченную от соли ели да что там ели жадно глотали куски рыбы парень держал ружье со взведенным курком меж колен и дуло когда он клонился к столу утыкалась ему в подбородок я да поди-ка не один я все наши ждали и боялись вот-вот жахнет и разнесет башку парню вместе с непрожеванной рыбой но тогда бородатому не жить высоте на одной рукой его задушит брызнул на печке чайник наш ведерный закопченный работяга радостно посикал рожком давайте мы чай пить раз такое дело произнес высотин надернув опорки в которых ходили мы после сетей по избе до ветру снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола словно бы не замечая никого рядом а ну-ка подвиньтесь гости дорогие лодочки к такой-то жарёхи промычала соловевший от еды бородатый норилец и бабу наверхосытку хитро сощурить подхватил мой папа большой специалист в этом вопросе и решительно налил полную кружку чая хочу а чё не в силах выговорить ни слова от хохота обрадовались норильцы но кашель перешел в грудной хрип и гости начали сморкаться и харкать на пол высотин сморщился в избушке у нас всегда было чисто полое кивнул на окно папа норильцы вопросительно уставились на него и бабы и вино в полое говорю если озадится осадить назад в карасина тоже найдете там еще есть сельсовет анколодашники что гадюка погрозил папе пальцем бородатый норилец не в карасина не в полое так в другом месте все равно нарветесь угрюму и уже спокойно заключил высотин как бы ненароком внимательно посмотрел в окно чё скачал на релец с ружьем чё там да пока ничего в рот и заругались на рельце торопясь уходить сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел остатки хлеба спросив где соль насыпали ее и наказав нам два часа не выходить из избушки у них тут товарищи по кустам сидят торопливо заспешили в поход мы побросали вшивое тряпье и разбитые бродни норильцев в печку из трубы повалил жирный дым в избушке сделалось душно в большой кружок и в щели печки выбрасывала чадный запах петька нашел в траве все еще ломкой от и не замок и ключ мы заперли избушку и спустились к лодке высотин в опорках был похож на какую-то нелепую начатую с ног но не дощипанную птаху мужики прятали от нас и друг от дружки глаза молча спихнули нашу ходку и легкую лодку на бортах и на дне которые уже от мяк и потемнел и ней навесили лапашни подклотили уключены проверив все ли взяли молча же не глядя друг на друга по реке с ночью смирелый какой-то отчужденный холодный с вроде бы отдалившись от воды белеса землей медленно плыли мы от берега отплыли мы недалеко когда сделалось видно по вдавшемуся в енисе песчаному мысу двигаются две человеческие фигурки медленно удаляясь но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишка фигурки людей замерли и тут же исчезнули в прибрежных тальниках появился у нас крючок на двери избушки кованый зацепистый дождливой сентябрьской ночью когда все вокруг лежала в тяжелой бездонной тьме и только печка в нашей избушке разухабисто ухала будто играючи одолевала подъем в гору дверь в нашей избушке дернулась и в петле шевельнулся железный крючок мужики рассказывали всякую всячину высоте много знал сказок и что-то как раз жутко да чудовищное повествовал нам парнишкам мои орехи перестали щелкать со страху все разом мы уставились на дверь против которой мелькало огнем устье за лету изгорелой железной печки не только крючок но и темные розчерки щелей было отчетливо видно крючок еще раз слабо дернулся подпрыгнул в петле но он был славно загнут из петли не выскочил то пол голоса спросили мужики вытаскиваясь под изголовье топоры парнишки схватились за ножи так уж у нас уговорено было если еще раз сунуться на рельце мужики становятся по бокам дверей мы приседаем на пол и пусть они входят в темную избушку сколько бы их ни было мясо сделаем за дверью не отвечали и не шевелились кто уже громче повторил высотен и помаячил нам чтобы мы не швыркали носами конечно же мы без того не дышали и мне да и петьки с мишкой наверное от задержанного в груди дыхание нестерпимо захотелось закашлять кашель поднимался все выше подходил к самому горду пустите пожалуйста люди добрые послышался за дверью тихий голос в глуби которого угадывалась напряженности тревога а поверху скользила вековечное страдание бездомной души то ты беглые час от часу не легче печки ворохнулись рассыпались затрещали головни избушка погрузилась в полутьму сделалось слышно дождь за стенами дребезжание составного стеколка в окне окно но застрелят в окно печка оживала начинала махать желтеньким платком из кудрявой дверцы обрастать горящими травинками по бокам и в трубе надо печку залить прошептал мишка и стал подкрадываться к чайнику стоящему на краю печки распространяющему горьковатый прелый запах типичных корней смородинника и зверобоя на пути к печке мишку перехватил отец засунув его себе за спину в темень и как бы ненароком задев а сухую лиственную стену топором грубо и в то же время просительно бросил уходи уходи давай уходи пустите добрые люди пропадаю отчетливый совсем близко произнес беглый с тем спокойствием с той горечью в голосе какая дается лишь людям и на самом деле пребывающим на краю гибели либо великим артистом может беглый есть артист черт его знает их там в норильске сказывают всякой твари по паре не открывай прошлистело разом из трех ребячих и деревенелых ртов но кто ж слушает ребят тем более в таком крайнем положении у нас уж побывали гости обчистили обсняли нечего брать подал голос мой папа и в голосе послышалось мне колебание неуверенность ходите тот поддержал его еще более неуверенным голосом высоте сколько вас там 1 и 1 голос беглого слышался где-то внизу не сразу мы сообразили что от дверной скобы сполз на доске крыльца и лежит он под дверью не граб не граблю я не мародерничаю голос рвался мир и богом спасаюсь миром слабо буркнул высотин знаем мы теперь каким миром то высотину казалось должно быть что говорит он тихо себе под нос но тот за дверью был чуток расслышал все и что-то хотел возразить да вдруг разразился долгим затяжным кашлем колени сапоги ли может и голова бились стучали об дверь кашель перешел в хрип сиплое удушение стараясь наладить дыхание сделать уверенным голос беглый посулился за дверью и день и он отхаркнулся и все еще хрипло но уже отчетливее сказал преодолевая дышку не уйду я на чердак подожгу нет другого выхода на чердак а на чердаке то мешок с хлебом кедровый орех насыпью и в бочках крыша сухая слеги сухие береста ворохами запасена корья полно окошко в избушке узкая дверь подопрет злодей не выскочить мы парнишки можем вот мужики бегу и не торопил нас давал время обдумать его угрозу взвесить все высотин мотнул головой отец подвинулся к двери взялся за крючок высотин распластавшись по стене за косяком поднял топор вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова секунды показались вечностью пока отец вынимал крючок из петли во мне до того все напрягалось что где-то в ушах или выше ушей тонко зазвенело звон становился все гуще все пронзительный будто погружался я без сопротивления воля в водяную беспроробную глубь вынув крючок из петли отец как драгоценность без стука извяк опустил его на косяк вдруг изо всей силы пнул дверь и оттянул в сторону тоже приподняв блеснувший в темноте топор с улицы дохнуло дождливой холодью и устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревшего палого листа в проеме двери никто не появлялся было пусто безгласно недвижимого дворе и только воедино соединенная шепталась беспокойная тайга под ветром полосами хлестала в стены дождь лился желобков тесовой крыши выбитые уже полные от капель канавки вдоль заваленки избушки но звуки струй слитый шум леса шорох затяжного дождя смывающего с деревьев листья стук капели падающий с крыши нам привычны как привычно бывает тишина в своей обжитой избе они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение даже малейший треск и шорох в ночи не дурите мужики раздалось под дверью уберите топоры я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа хотя не знал еще как это я смогу им полоснуть человека если он нападет на меня почувствовал что остальные обитатели избушки сжали оружие свое хотя как и я тоже не ведали посмеют ли рубануть или ткнуть человека надеялись что это получится как-то само собой на пороге избушки возникло что-то лохматое темное перевалилась через преграду поползло к печи упала со стоном с подвыванием возле нее и лишь через какое-то время спустя издался звук за закройте беглый просил закрыть дверь значит и в самом деле был один закрыли дверь и зажгли лампу подбросили дров печь возле печки хохлился серый полуощипанный вороной человек почти обнявший железную коробку почти упавший грудью на плоский и и вверх на лиходея он не походил совсем под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужи от ремков беглеца от серой матерчатой шапки даже от волоси в затянувших лицо валил пар реже реже но все еще звучно выступили зубы не сразу но вдруг приходил в себя гость и первое что увидел и услышал чайник сипящий на печке он прижал к чайнику ладони но кипятку попросить не смел не знаю от чего от жеста ли этого просительного и жалкого от жалости ли моей природной пропали во мне страх и злость я сунул ножик под постель взял кружку со стола и сторонясь беглеца стал цедить чай из рожка обгорелого чайника и пока лилась горячая струя в кружку беглец не сводил с посудины глаз а я с него но разглядеть особенно ничего не мог лишь большой мокрый нос как бы отделившийся голым утесом от загустевшего чернолесия крупные в кистях худые руки да мертвецкие усталые то и дело смежающиеся воспаленные с сеченными ветрами зеницы не глаза а именно зеницы как на старой иконе глубоко завалившиеся в капотную тень я думал он выхватит у меня кружку расплеская чай но беглец обхватив посудину будто цыпушку ладонями и что-то угадав во мне или поощренный моим поступком поскреб друг об дружку губами сплошь покрытыми трещинами болячки хлебца я взял со стола краюху хлеба заглянул в прикрытый берестой противень в нем еще оставались хрящи от стерляжей головы крылья рыбья крошва да и жижа не была вымокана кусками из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уж два дня и аппетит наш поубавился везет дяденьки отметил я про себя и отнес еду к порогу сунул поднос беглому как бы недовольно и в то же время думаю так ведь у порога то нищим подают меня чего-то сделалось неловко но беглому было не до чувства и не до условностей храни тебя бог дитя молвил он и рванув зубами кус хлеба шатнулся застонал коркой поранил ему губы окровавило десна догадался и подал гостю деревянную ложку он бережно прихлёбывал жижицу из противня покрошил туда хлебца запохрустывал стерляжьими хрящичками ни взглядом ни словом не осуждали меня мои сортельщики они сидели по нарам молча и праздно решилиц быстро справился с едой сделался совсем недвижим сидел все так же на кукорках горбостью печи он казался безногим спасибо добрые люди наконец послышался от печки мы вздрогнули пошевелились нам казалось что беглец уснул это не бойтесь меня я мирный человек хотя и был военным и ты нас не бойся ложись день ты спи ребятишки в печку подбрасывать будут потом ступай с богом отозвался за всех высоте а что сторожились дак не без причины обобрали нас тут недавно двое двое беглец неожиданно резко повернулся от печи смолчился должно быть свет лампы резанул его воспаленные глаза один со спинным лицом молодой вооруженный другой бородат вроде меня замызган злой хватки они живы значит идут двигаются беглец помолчал покачался на кукорках затем по стариковски опираясь а колени руками поднялся ой хорошо мужики что не затеяли вы противоборство лихие эти головорезы страшные люди они бы их кивнул он на нас парнишек сидящих редком на нарах они б и детей не пощадили беглец уже осмысленно с чувством даже какого-то отдаленного достоинства попросил закурить затем если можно попросил затопить баню я ведь понимаю все понимаю пояснил он улягусь тут вы из-за меня бодрствовать станете а я в банке вы меня подопрете и вам спокойнее мне безопаснее снеси дров милый мальчик обратился он ко мне пошевелился поворочился на месте будто оттаптывал себе место повременил подумал и глухо пространственно уронил пока баня греется я расскажу вам о себе и о тех двух как уж имел честь сообщать вам прошлом я военный звание мое полковник спустя время начал рассказ беглец неторопливый раздумчиво в расчете на длинный разговор хотя с молоду прочили мне сан священнослужители но так повернулась судьба вместо семинарий военное училище похлопочить похлопочите ребятки сказала мне и петьки я подожду не буду рассказывать вам на будущее следует знать то что я поведаю пока мы с петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку беглец успел вздремнуть и совсем уж ободрился лишь кашлял затяжно надрывно но судя по всему здоровый был человек тренированные стойки не случись революции быть бы мне попом приход бы получил скорее всего сельский как мой покойный батюшка однако ж не одна моя жизнь и судьба приняли тогда невыносимо крутой поворот не я один взорлил из кандидатов тихого прилежного семинариста обратился вдруг рубака кавалеристом самим семеном михайловичем замечен был орденом награжденный определен в военное училище затем направлен на дальний восток однажды был ранен в схватке с перебежчиками ранение с виду не опасная однако сухожилие на ноге перебита в госпитале я получил второй орден красного знамени но вышел оттуда хромым никакой полезной деятельности непригодным потому как молодость провел в седле обучен был только военному делу какое-то время я болтался без дела подумал уж махнуть на одну из новостроек обучиться там какой-нибудь профессии и начинать жизнь заново в это время затеялось укомплектование военных округов я был направлен в киевский военный округ получил там должность в одном из отделов ведущих военной тактикой кавалерийских подразделений увы тактика это как скоро обнаружилось со времен гражданской не менялась ни у кого не явилось пока желание менять ее холили коней рубили лозу лихо скакались с саблями наголо и пели песни никто пути пройденного у нас не отберет конница буденного дивизия вперед странах антанты тем временем строились авиационные танковые заводы германии фашисты взяли власть в свои руки тревожно кругом у нас же в частях все еще идет праздник песенки на победной речи словом после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на военном совете с критикой мне попросили изложить свое особое мнение письменно что я и сделал незамедлительно тем временем начались летние маневры качестве военного советника я был представителем в одном конном корпусе которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы врага комкор бывший царский офицер был человеком с военной выучкой подкован на все четыре как говорится и тактически и практически в гражданскую войну доказал честность свою храбрость но среди помощников его особенно среди командиров эскадронов все еще было много народу умеющего лихо рубить шашкой кричать ура но не привыкшего шевелить мозгами не разберихи разброда было уже много и в начале рейда карты да и те да потопные перекалькированы еще с карт империалистической войны были лишь у командиров соединений полков эскадронным карт не давалось они особо не горевали заверяя что и понюху все зробят эко треба но нюх у них подтупился да и заданная скорость маневра была уже не дедовская в первые же сутки мы потеряли уже несколько эскадронов но времена мирные война игрушечная не пропадут решили мы забыв однако что люди всюду навострены насчет шпионов врагов внутренних и внешних насчет внезапного нападения наши бродячие эскадроны а количество их возрастало с каждым днем вместо выхода в тыл врага угодили на минные поля маневры были приближены к боевым мины ставились запалом многие старые рубаки мины в глаза не видели началась паника потерянные лошади нескольких человек погибло раненые были но главное мы сорвали операцию взаимодействие никакого с танковыми соединениями не наладили внезапным появлением кавалеристы перепугали танкистов и те уж кое-где боевыми снарядами палить по ним принялись командир корпуса начальник штаба корпуса начальник политотдела как и представитель военного совета округа были разжалованы и отданы под суд троих приговорили к пяти годам меня за мое письменное особое мнение сеющие безверие в рядах красной армии угостили десяткам во всем округе во всей армии вдруг пошла чистка не остановилась слышно по сию пору много военному люду затем гражданского пошло и поехало по этапам насыпью в вагонах навалом баржах в сибирь зимой в вагонах везли раз в сутки воды давали об еде и говорить не приходилось по очереди ржавой вагонные болты лизали в кружаке они были обмерзлые кожа с языков обрывалась весной в красноярске погрузили нас на барже без нар на голом дощатом настиле под которым плескалась вода и повезли на север из десятки знаменитой старой баржи в которой поочередно возили на север то картошку то людей шкипер и охрана лениво откачивали воду настил заливала и мы спали тогда стоя обнявшись как родные братья кормили раз в сутки мутной баланды и подмороженным картофелем на палубу нас не пускали и оправлялись мы в бочки которые погружены были вместе с нами под рыбу где-то на какие-то уж сутки не помню начался шторм нас била бочками катала по утробе баржи выворачивал наизнанку мертвецов изломала и зарвала в клочья и смыла месиво под настил почти месяц шли мы до дудинки наконец прибыли по колено в крови в блевотине в мясной каше и голый берег заполярье показался нам земле обетованной поселок и пристань дудинка свихлястыми мерзлотой искореженными деревянными домишками чуть ли не раем господним нас погнали вглубь тундры пешком на пути мы стали встречать бараки будки людей пестро одетых которые делали полотно для железнодорожной линии но у брат сказал я себя отмахался сабелькой не все ломать надо когда-то и строить тундре выселась большая гора с белой заплаткой вечных снегов на боку ниже еще горы и горбушки вот тут на берегу небольшой речки меж озер и болот стояли бараки много бараков стояли дома несколько двухэтажных один даже с красным флагом на коньке это и было началом будущего города норильск увидел я красный флаг жилье увидел людей огни и знаете как-то успокоился даже раз так судьбе угодно буду строить буду хорошо работать мне это зачтется я освобожусь досрочно так было рассказывали заключенные на беломор канале вместо пяти лет строили канал два с половиной года и все оставшиеся в живых были освобождены да маловато их оставалось живых там неожиданно подал голос мой папа герой строитель великого канала хотя и построили туфту что вы сказали приостановил рассказ норилец мало говорю живых то осталось там в камнях и в глине лежат давай давай гость помолчал подумал подлил в кружку чаю обглотнул да словом надо нести свой крест тем паче крест мой не такой тяжкий как у людей семейных пожилых первый второй год на стройке было терпимо зоны общей еще не было заключенные будто на выселении находились в бескрайних холодных просторах обходились и с топливом сами его запасали нельзя было и на питание жаловаться но разрасталась стройка наплывало все больше и больше людей тесно им становилось и в просторной тундре уркаганы бандюки жулье рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь терроризировать население который худо бедно сколотила городок перекинулась тундры к берегу самую северную железную дорогу ну конечно же цинга простуды обвалы в карьерах метели морозы уносили людей но повального падежа все еще не было да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства жизнь наша не устраивала точнее обострялась обостряется международная обстановка нужна наша руда нужен металл руководство стройки перешло в одни руки один свободный человек как император всея тундры скотов и людей вне обитающих всем правил человек он не простой а золотой достойный выкормыш тех кто его взлелеял и воспитал по принципу лес рубят щепки летят нормы выработки без того высокие подскочили вдвое еда согласно выработки отдых согласно выработки никаких активированных дней никаких болезней жалоб на работу на работу на работу кубики только кубики больше никаких разговоров строительство жилья было заторможено новая больница уж наполовину выстроенная заброшена в бараках народу не продохнуть кашель стоны драки резня воровство и лютый конвой при малейшем неповиновении прикладом зубы за сопротивление пуля отчет один за попытку к бегству куда какое бегство разве можно было оттуда убежать до дудинки больше ста километров до магистрали две с лишним тысячи а начальник строительства требует продукции на каждой оперативке брякает по столу нам завезли достаточно человеческого материала но добыча руды тормозится доставлены на всю зиму человеческий материал несоразмерно убывает если так будет продолжаться я из вас самих и таровцев в охры и всяких других придурков сделаю человеческий материал много людей пало в ту зиму но с весны караван за караваном тащили по енисею вместо убывших на тот свет свежий человеческий материал по стране катилась волна арестов и выселений массовых арестов врагов народа вредителей кулацких и других вредных элементов не знаю что но что-то мне подсказывало будет на нашей стройке еще хуже и тяжелее предчувствие меня не обмануло норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды следовательно расширите строительство рудников довести трудовой энтузиазм до на высших пределов слышите песни металли льется по нашей стране стали побольше бы стали меди железа вдвойне император всея тундры я уже говорил человек непростой а золотой умен изворотлив да ум у него дьявольский как бывший геолог он хорошо знал палеонтологию понимал что щепки которые летят в его владениях и падают на землю не гниют в вечной мерзлоте бальзамируются как мамонты могут пролежать вне века если их найдут потомки что нем таком знаменитом орденоносном руководители станет история говорить но может и не этот может более простой мотив им руководил хранить в мерзлоте трупы трудно много людей отвлекается на пустяковое дело с основных работ и создал он похоронную команду из людей крепких еще телом и умом ночью а ночь у нас всю зиму подлиннее чем здесь под игаркой мы грузили трупы вытащены из бараков шахты рудников на балластные платформы присыпали их снегом или тем же балластом отвозили в дудинку здесь перегружали на подводы и лошадьми переправляли на острова осередыши простой ну и иезуитский расчет вешним разливом острова покрываются водой и все с них смывается до белого песка население в низовьях енисея почти нет то что есть из иногородцев переселенцев зимовщиков приучены всему не удивляться помалкивать просторы енисейские в низовьях так широки так разливисты что растащит батюшка енисей покойников по бесчисленным низинам впадинам по кустам и тундрам там кого рыбы в воде иссосут кого птицы расклюют кого зверьки догложат летом начались побеги пробные первые случалось их мало и почти все бежавшие погибли в тундре но часть хоть и мало их зиме была переловлена и возвращена беженцам добавляли пять лет и направляли в мокрые забои однако они эти первые самые безумные храбрые беглецы рассказывали как бегали куда бегали и своим опытом ошибками учили как не надо бегать еще зимой я задумал побег начал к нему готовиться это спасло меня от помешательства вы помните какая нынче была весна рано началась на позднее навела то польет то заморозит трупы количество их за эту зиму неизмеримо выросла смерзлись ледяная спайка не распалась под напором воды и когда острова объявились на свет божий горы трупов только уже замытой тиной мусором и сдолблены льдинами бревнами остались лежать на земле по дудинки и дальше от рыбаков на катера с катеров на пароходы с пароходов по реке пополз и начал распространяться ропот поговаривали что вот-вот нагрянет высокая чуть ли не правительственная комиссия и на самом деле нагрянуло но к этой поре уже все трупы были изрублены топорами и сдолблены ломами кайлами острова от них очищены а дальше уж поработал енисей батюшка залил унес замыл заилил все следы преступления я к той поре из похоронной команды был переведен с помощью одного знакомого зэка на пекарню рабочим говорили что несколько человек сошли с ума но я в это как-то уж не верю похоронной команде давали дополнительный паек за вредную работу по булке хлеба давали а с мушки табаку я сам видел как усевшись на кучу мертвецов отупевшие люди ели тот хлеб курили махру и не морщились да и что им страдать когда они перевидали такое что страшнее кошмарных снов и всякого даже самого больного воображения наш ученый император хоть не довел дело до людоедство очень нужна была стране норильская руда и снабжение если б его упорядочить не давать распоряжаться продуктами уркам вполне бы сносное было но бывалые люди рассказывали будто на колыме на отке покойников сплошь закапывали без ягодиц ягодицы обрезались на строганину потерявшим облик человеческий заключенным у нас похитрее половче все было опыт соловков беломор канала колымы ухты индигирки успешно перенимался и применялось здесь все новаторски осенью уже по первым заморозкам из всех бараков санчастей из больницы разом были вычищены все доходяги придурки больные истощенные зэки тысячи полторы набралось им было объявлено они переводятся на талнах где условия более щадящие нет пока рудников и шахт строится новая зона и посильный труд там почти без конвоя почти на воле осуществляется как в первые годы здесь в норильске их вели через тундры по хрустящим лишайникам сквозь спутанную проволоку карликовых берез и ползучего тальника за ними тянулся красный след растоптанных ягод брусники клюквы голубичника воспитанный на доверие к человеку и вечном почитании властей больные выдохшиеся люди не сразу заметили что малочисленный конвой куда-то испаряется куда-то исчезает и когда несчастные люди спохватились ни стрелков не собак с ними не было этот ценный опыт потом не раз повторялся и никто никогда уж не узнает как ушли в тундру исчезли в ней тысячи и тысячи человек навсегда бесследно да какой же изощренный ум какое твердое сердце надо иметь что таким вот образом избавиться от нахлебников не долбить зимой ямы под эти тысячи будущих покойников ну да я иногда радуюсь тому что не стал священнослужителем как бы я молился богу который насылает на нас такое за что разве мы более других народов виноваты в земной смуте или нас бог карает за покорность за слепоту за неразумный бунт за бороду убийство может господь хочет нас наглядно истязать измучить озверить чтобы другие народы забоялись нашего безверия нашей беспутности разброда мы жертву мы на заклане но господь не слишком ли велика твоя кара что-то забилось заклокотала в груди беглого отвернувшись в угол за печку он разразился кашлем или рыданием приподняв пихтовый веник долго отхаркивался сморкался в мусор за печку и отдышавшись перехваченным голосом просипел простите может быть не следовал придет но вы поймите им жить кто-то же должен знать что здесь происходило что мы сотворили как героически осваивали север спрячут ведь спрячут мерзавцы свои преступления заметут свои следы замолчат хотя нет 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 не спрятать не замолчать император римский нейрон вон в какие времена жил и творил но дошел до нашего времени с нашлепкой кровавый кровавый хотя за душой его 300 что ли загубленных душ по сравнению с тем же начальником нашей стройки современным императором всея тундры не рон этот школьник дошкольник до октябрёнок извините позвольте мне еще табачку дыхание беглый на рилец закурил покачался возле печки подбросил в нее дров окно уже начало сереть от небесного света восходящего над тайгой но все чик или по окну капли будто гвоздики по шляпку в стекла входили оставляя светлые тут же затекающие царапины на окне утомил я вас ложитесь к спать и меня спроваживайте в баньку да нет шевельнулся на нарах высотин какой уж тут сон говори дальше на сети нам сегодня не попасть ветрено и как бы удостоверяясь в этом он глянул в сырое окно и все мы услышали как гуднул на крыше ветер хлистанул замокший кариной по слеге сыпко полоснул в стену пригоршни мелкой дроби по шамане зловещи пространственно жутко гудел вокруг нас тайга соединенная с небом набитым низкими текущими тучами трудно почти невозможно было представить что где-то в этом океане непробудно темном в бездонности его и безбрежности прячутся маленькие одинокие люди почти без надежды на волю и спасение бредут они и бредут к цели ими намечены мы вышли из норильска втроем люди все свои телом и духом крепки вышли с единственной целью надеждой добраться до москвы добиться приема сталина или калинина рассказать о том произволе какой творится на нашей новостройке уходили ночью по одному в глубь тундры кто никам сделанным еще зимы место сбора мы назначили на одном из притоков енисея через несколько дней мы благополучно встретились у нас был порядочный запас продуктов что-то похожее на палатку сшитую из мучных кулей и куска брезента три топора ножи и даже половина пилы кроме того у нас была хоть и худо скопированная карта тех мест мы должны были выйти на магистраль и вышли бы я думаю да беда подстерегала нас на первом же отрезке пути главной задачей наше было пока что выйти к енисею и продолжить путь вверх по его течению две с лишним тысячи километров мы были взрослые люди понимали что это такое догадывались не все дойдем но может хоть один дойдет это ладно это победа но предположить то что стряслось с нами сразу же никто из нас даже в самые тяжелые минуты раздумья даже в жутком сне не смог беглый докурил цыгал смял ее опорожек печи и задумался глядя на огонек он очень любил смотреть на огонь привычка уже давние самим же им незамечаемые на речке мы сколотили плотик и спокойно погрузившись поплыли по большой воде радуясь тому что порядочное расстояние нам не топать по мокрой глухой еще тундре да и находиться будем мы в стороне от всяких патрульных и сторожевых служб плыли день где подгребаясь веслами где шестами подпихиваясь впрочем по вздутой весенней реке нас и без того несло бойко нам хотелось скорее скорее вперед и когда понесло нас совсем хорошо и под плотом заплескалась забурлила мы никакого значения тому не предали по нашей примитивной карте это почти еще не изученная местность была голой ровный и безопасный во всех отношениях но к реке отклонялся один из отрогов горного хребта путорана о котором мы слышали что то есть он где-то но что так далеко отклоняется предположить не могли словом на ровной этой вертлявой речке оказались пороги и заметили мы их люди сухопутные уже тогда когда и сделать ничего было невозможно плод наш закружила понесло в пороге шум и гул стоял вокруг вода втягивалась в каменное промежье и падала куда-то вниз я велел товарищем лечь схватиться за бревна и сам сделал тоже но мы не удержались за бревна плод наш развалился рухнул по стене громадной дымящейся белой пеной в кипящей котлован в меня ткнулось бревно я за него уцепился меня закружила поэтому глубокому котловану берега которого отвесной стеной стояли над рекой показалось что под скалой у пробкой выпрыгнул наверх окровавленный человек вскрикнул исчез держась за бревно я подгребся к тому месту но ничего там не увидел сам уж был плохо ледяная вода пронзала до костей тут я вспомнил про бога если он не забыл совсем про нас грешных его рабов пусть обернется лицом к одному из них и поможет ему молитва божья судьба ли продлили мою жизнь меня выволкало на свет белый очнулся на каменном прилеске и глаза в глаза встретился с чем-то пристальным взглядом я застонал и сел от меня отпрыгнул писец тощий в клочьях линялый шерсть прикормились на человечине здешние зверьки этот нюхал и ждал когда меня можно будет начать я колел бы в ту ночь если бы один из нас не догадался залить варом залепить древесной смолой по спичечному коробку мне удалось развести костер уже в и не костер огонек из берестинок ломаных палочек ободранных сучьев собранных в комешники немного обогревшись я бродил по перелеску берега и в расщелинных меж камней насобирал плавника еще сырого но гореть под сушкой способного у костра я обмыслил свое положение посмотрел в чем и с чем остался сапоги тюремная куртка и штаны рубаха белье вот какая со мной и на мне осталась одежда даже шапки нет кармане куртки пара удочек иголка с ниткой воткнутые вот ворот карманника кусок полуразмокшего сухаря горсть мокрого табаку и клок раскисший газета которую я тут же принялся сушить всю ночь я напряженно ждал крика шагов по камням костру мне не хотелось верить что друзья мои погибли хоть один должен то уцелеть утром я двинулся по берегу и обнаружил одного из моих товарищей по несчастью он лежал возле воды с перебитыми ногами переломленный головой и был еще теплый в кармане его было две удочки коробок спичек складной ножик иголка с ниткой банка с табаком и это кусочек размытого сахара в уголке брючного кармана я похоронил товарища в камнях плотно завалил его плитами чтобы не съели труп песцы попросил прощения за то что оставил его в одном лишь белье еще ночь просидел возле порога ожидая второго товарища за это время я соорудил из рубахи товарища мешок из портянок шел что-то вроде шапки лямки к мешку приделал и сложив в него сапоги и костюмчик покойного который я надевал лишь к ночи двинулся сначала по берегу реки затем на солнце все ярче ярче с каждым днем разгоравшиеся вдоль реки меня не пустили эти глыбы натолканных льдов вздувшиеся ручьи и глубокие старица остановил вольно сияющий куда попала бегущей снежной водой через два дня я снова вышел к той же речке к тому же порогу и окружил по тундре по редким ее островкам однако не напугался не приуныл что-то уже обжитое притягательное было для меня на этой реке в этих бездушных камнях дрова здесь были да и находки так меня радующе попадались легче на холодный камень я глядел со скалы вниз и сначала увидел надетый на каменье дождевик затем косяки рыб и под ним зеркально сверкающий предмет это либо фляга со спиртом либо котелок столь мне необходимый я мог разбиться утонуть схваченный судорогами но предмет этот должен был достать и нырнул и достал и чтобы вы думали достал топор я так ему обрадовался что даже расплакался и сказал себе что с топором то я не пропаду но больше всемилостивающему богу докучать не стану буду вспоминать забытые уже молитвы и с молитвой до божьей помощью выйду к енисею я еще раз попытался углубиться в тундру еще раз убедился что весной в тундре не только прямых но и никаких путей нет озера реки речки заставляет петлять кружится впрочем что это я вы ведь лучше меня знаете заполярье опытный человек сидел бы там где его настигла беда ловил бы рыбу сохранял силы переждал половодие а я все шел все бился и через неделю пути увидел вдали щетинку леса не хотел сверить подумал вижу тундровые лиственные лесочки или останцы каменных отрогов это значил бы что я сильно отклонился на север мне уж не достанет сил вернуться даже на стройку в норильск на бессолы рыбе на прошлогодних ягодах и горьком орехи кедрового стланника долго не протянешь вера моя и помощь божья укрепили меня я вышел к леса тундре затем зашел в загустелый леса дорадовался то я напрасно здесь уж оттаял взнялся в воздух комар был он еще квелый дымом до заметкой лица можно было от него еще спасаться ну вот когда пригреет хорошо что начнется боязно об этом даже думать тем временем я уже утратил несколько крючков щуки совершенно не знающие страха понимающие только что им можно хватать кого и что угодно их же поймать не смеет никто разоружали меня я стал рыбачить просто и нагло поймав две-три сорожен на удочке насаживал рыбу на жерлицу с проволочной подстраховкой такие ловушки у нас зимы налажены были опускал кособоко шевелющийся рыбку вглубь озера или речки тут же из засады торпедой вылетала щучка а где и две и три и которая проворнить цапала сороженную мялые и старалась уйти в черную корягу или в кисель прошлогодней травы на ходу заглатывая добычу а я из всей силы выхватывал леску щука оказывалась на берегу но добычу из зубов не выпускал и долго не могла понять где она что с ней произошло и почему оказалась на суше если рыбина была не по снасти я отгонял ее палкой случалось лавливал я и карасей и пелятку сегов и даже в одном очень чистом озере с песчаным дном напал на стерлядок но рыбы до того наелся штушь не мог на нее смотреть жевал как траву простужен я уже был сильно начал слабеть но тут мне стали попадаться кедрачи хоть и худенький северный а все ж кедрачи и прекрасные деревья под ними спать суши теплее лапник орех пусть и горький пусть и стекшие все ж пища и брусники прошлогодние в лесу больше стало попадаться однажды я обнаружил умирающего оленя он лежал в сырой яме в бурой размшанной болоте он объел вокруг уж все кусты моха соку вместе с корнями выгрыз землю выел все до мерзлоты в открытом переломе ноги оленя кишели черви и под кожей прошвыряли они уж ходы и к склизкому облезшему паху кости зверя торчали наружу от него пахло но увидев меня он забился в грязной яме пробовал взняться но со стоном на отмашь упал обратно в грязь боясь что олень испустит дух прежде чем я ударю его топором зажмурил в кровь съеденный гнусом глаза и обрушился в ямину я прожил возле убитого оленя несколько дней и пожил бы еще если б не гнул с набирающей ярость и шкуры оленей я вырезал себе подстилку под бок сделал несколько теплых стелек в сапоги главное намочил и вырезал тонкие сыромятные ремешки вытянул из ног животного сухожилия чинил ими одежду обувь даже ладился приспособить их качестве лески конечно же я давно уразумел что заблудился утерял всякие ориентиры от тупости забывал приметы но не хотел с этим согласиться и все надеялся вот-вот выйду к енисею не миновать мне этой великой артерии как ее именуют школах но таймырская тундра дикие леса заполярье такие великие что даже енисей может в них затеряться человечишка же для таких пространств мошка тля былинка если бы вы северяне не ведали что такое северный лес и тундра каково в них заблудиться я может и рассказывал вам об этом но вы я вижу люди бывалые и ребятишки у вас не борчуки скажу только что я не раз сожалел о том что не погиб вместе с товарищами своими там на пороге полной силы веры в будущее не знаю сколько было времени какие были число месяц день но уж отцвела леса тундра отпела весна птичьими голосами самки сели на гнездах линялые самцы и прятались в укрепе я брал из-под самок яйца пил их если попадались насиженные пек в огне догнал и забил палкой несколько линялых куропаток и глухарей вместе с пером и внутренностями я закапывал птицу под костер в землю и сначала с ужасом потом почти равнодушно заглядывал внутрь последнего коробка спичек огонь и разводил уже не каждую ночь только в непогоду когда у меня останется последняя спичка принял я решение разведу в последний раз огонь и лягу подли него навсегда беглец прикрыл ладонью глаза и что-то заклокотало в его горле мы поняли что он удерживает в себе крик или плач папа протянул гостю кесет он ощупью принял его и закурив молвил благодарю вас не приведи господи вам детям может вы еще покушайте перебил я гостя нет нет спасибо дитя храни тебя господь не оскверни не обозли в это худое время милостивое сердце может рыба соленый нет нет сольца я подал беглецу берестянку соли он бережно щепотью взял соли выспал ее в рот и замычал от сладости и боли соли разъедала треснувшие губы цинготно сочащиеся десны ах как нам не хватает сердца воскликнул он и сосав еще щепотку соли он громко почти клятвенно заверил нас если я доживу до лучших дней и у меня будет свой угол я весь его завалю солью соль это нет вы не знаете что такое соль вас я много целые бочки вы ею сорить но не надо не надо особенно детям чтобы они узнали это испытали наши горе барани бог как говорят тунгусы ах как нам не хватает сердца соль да будем хлеб посеем на сердце да простите еще раз светает не дал я вам спать но но у меня давно не было и может не будет уже таких добрых слушателей не знаю в бреду или по наите божьему я стал чувствовать в лесу есть еще кто-то ни следов ни кострищ не спички горелый но вот чувствую есть кто-то поблизости идет следом и кружит возле меня нет нет не чистой силы я уж не боялся и подумал что это смерть моя кружит надо мной сжимает кольца дышит в меня гнилозубой хворью тленом перегорелой душной кровью хочет избавить меня от мук я не то что вовсе не боялся смерти призрака ее я еще мог почтительно относиться к жизни нужно не для одного меня но для моих уже погибших и погибающих в невиданно страшных застенках на каторгах собратьев моих если б не это я просто не встал однажды с подстилки из оленей шкуры лесные мыши песцы и прочие зверушки съели б меня вместе с клочком шкурки и вся недолга но я еще сопротивлялся с помутневшим уже разумом до дна почти выпитой комарами и сушеный разбитым кашлем в зажженной драной одежде я шел и шел сколько раз я уже видел енисей выходил к нему умывался пил воду и плакал от счастья но это оказалось лишь озеро закрытый водоем как говорят опять же в школе оглушенный комарами мокрецом и мошкой я старался идти ночью когда особенно глухо и застойно в тайге когда уж и дышать то нечем от испарений гнуса днем я находил какой-нибудь обдув и падал на подстилку я сделался неосторожно рассеян отупев от гнуса выл в бессилии одиночество меня добило я кричал что-то в небо грозил ему кулаком мне осталась одна жерлица удочка вся в узлах 4 спички топор и нож спал в обнимку с топором он сделался мне моим самым надежным другом и спасителем я даже разговаривал с ним и вот серый звенящий комаром ночью я увидел в тайге мелькнувший свет и подумал что это бред галлюцинации стал вслух себя уверять что отблеск небесное отражение звезды в воде но какие звезды в эту пору давно уж размыла ночь густыми туманами солнце полого зависала над пологой тайгой не закатывалась сначала я побежал потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок мягко ступая я приблизился к огню и спрятался за дерево подлика странно лапники тесно прижавшись друг другу спали двое и первого взгляда хватило чтобы убедиться что это наш меньше меня были они ободраны но тоже обросли одичали комары над ними клубились каков же я был страшно было подумать я кашлянул и вновь спрятался за дерево оба на рельс тот час скачали один схватился на топор лежавший между беглецами 2 за самодельный ножик я коротко им объяснил кто я такой и почему тут выйти на свет и остановись скомандовали мне и пошевелили огонь я вышел костру и покорно остановился хорош покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок соль хлеб табак вытряхнув содержимое мешка они удрученно замерли потом завернули в листья моху сухого моху с чабрецом пососали цигарки и тот кто был тоньше моложе серой одеждой волосами лицом и глазами устала полюбопытством давно блудишь его и звали серым страшный человек опытный бандит он много раз уходил из мест заключения в апреле из штрафных бараков ушло трое так рано еще никто с нашей стройки не уходил рисковые ребята но третьего они видать уже потеряли что ж такого нас ведь тоже трое бежало надо ли говорить как я обрадовался людям пусть эти люди были серые шмырь но все равно ведь люди судьба соединяла нас в бедствиях наших скрепила жизни побегом и тайгой серые шмырь тоже заблудились но шли они упрямо без колебаний по заполярной тайге зная с уверенностью что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток енисея а по нему и к самому батюшки енисею а там люди жизнь есть где у кого поживиться кого грабить кого обобрать вина добыть с бабами поваловаться но я поторопился радоваться соединив нас в несчастье судьба не сделала артельных людей сообщниками не в мыслях не в устремлениях маленькая артель разделилась на двое в меньшинстве конечно же остался я когда серый шмырь отдыхали я ловил рыбу малых бескрылых пташек запасался корешками травами варил похлебку в котле который у этой пары сохранился первое время мы ладили я уверовал что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к енисею а там не с руки нам быть вместе но проходили дни и недели мы никак не могли выпростаться из леса тундры совсем обносились затащали давно была уже очищена от шерсти вываренные съедены олени шкуры мы ловили ели леммингов белок и даже бельчат варили грибы все без соли без соли рты наши скрипели от крови пахло изнутра нашего падалью гнус разъедал лица руки шеи до того что оголилась мясо пошли по нему язвы на артель осталась одна удочка и жир лица с обломанным крючком теперь мы рыбачили попеременно в то время когда серый шмырь спали я ловил и варил рыбу после спал я они ловили и варили но волчий закон по которому существовали серый шмырь скоро дал себя знать они перестали оставлять мне еду однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно сами понимаете после нашей ударной стройке толковать с ними о совести и порядочности пустая трата слов они были крепче меня лучше сохранились но я тоже не давал себе окончательно ослабиться старался когда связчики спят найти хоть какое-то пропитание меня подстерегал еще большая беда я оборвал последнюю удочку уснул с удочкой в руках клюнула сарожина на караеда тут же на нее метнулась щучина я проснулся от рывка сплошился но было уже поздно хищница вдавливалась в глубину разворачивала сарожину головой на ход следом волочился обрывок лески собратья мои убили бы меня но я сказал что спрятал жир лицу не покажу где спрятал коли они примутся меня убивать кроме того у меня есть еще две иголки из которых можно сделать крючки да и шестопер и складника если его накалить уду можно загнуть еще я придумаю как ловить петлями птицу и щук нежащихся на отмеле этим я на какое-то время продлил себе жизнь но страшное слово баран все чаще и чаще достигало моего сознания хотя поверить в то что серый шмырь ведут меня с собой чтоб когда все в край придет съесть меня поверить не мог я с испотиха подбирался к связчикам пытая куда делся третьих спутник по прозвищу ноздря серый и шмырь уверяли меня что как и мои спутники утонул он при переправе через речку но скоро посчитали таится им незачем и врать не стоит никуда я от них не денусь рассказали как тащили спички одна короткая две длинных короткую вынул ноздря он был вечный зэк опытный ходок старый вор в законе игру судьбы принял как полагается герою современности не скиксовал не пикал наставил в грудь себе ножик навалился на него попросил давнуть в спину серый помог ему облегчил кончину связчики разделали барана топором мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц по настой из тундры им выйти не удалось поломали лыжи съели припасы дальше предстояла им одна только длинная одна только короткая палочка спичками уже не играли берегли их пуще глазах и тут появился я сам набрел воистину баран безрогий безмозглый на заклание чертом посланный однажды ночью серый шмырь вернулись к огню ни с чем рыбу и птицу петлей ловить они не навострились нервов не хватало привыкли все брать на шарап ягоды еще не созрели орех был с молоком птица поднималась на крыло питаться в тайге сделалось нечем серый шмырь упали возле огня бессиленные но закрыв глаза молвил шмырь я понял что это ну означает не таясь начал молиться ладно поспим может морок какой найдет видеть эту падлу не могу весь в парше опали им плюнул серый падаль хавать легче у нас и падали нету сами скоро падали сделаемся кончай покуда не отбросил копыта до туда вожив дави бабу землю спи отдохнем поработаем серый костью послабее шмыря но духом покрепче шмырь он злобный страшно однако смекалка не вышел я дождался когда приутих костерок пока разоспались мои спутники и сказав про себя господи прости ребята отполз от огня вскочил где из сил еще взялись бросился бежать помнится я даже кричал мнилась мне за спиной погони помню когда забежал в густой туман обрадоваться даже не мог упал без сил солнце было уже высоко когда я очнулся и увидел что из тумана выперствуется большая широкая вода по песчаному берегу пополз к тихой лагуне заглянул в воду и отшатнулся на меня из воды воспаленными опухшими глазами глядело существо уже мало похожий на человека по большой воде дул ветер кружились чайки стаи молодых уток делали разминки что-то перемещалось за пологим горизонтом что-то дымилось не неси лет я сам лел погрелся под солнцем отдыхает тяжкого гнуса и скоро опять уснул очнулся от того что меня бил и катала по печку волнами соскочил и увидел над водой в разъеме берегов темный силуэт ничего не мог сообразить но уже отчетливая мысль бежала хлестала в меня я вышел к енисею я вышел к енисею по енисею плывет пароход вера в чудо во мне давно истребилась и пока я не прочел на борту новенького теплохода иосиф виссарионович сталин старался не доверять своим глазам на теплоходе пассажиры женщины детишки тот помахал мне рукой я не мог помахать в ответ мокрый от волны слез я стоял на коленях в мокром песке кланялся молился земле благодарил бога за чудо подаренные мне чудо жизни и верил в ту минуту верил что те на теплоходе очень счастливые люди мне ж выпало тяжкое испытание по чей-то злой воле но какому-то недоразумение я должен должен дойти до самого главного самого справедливого человека чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход он выслушает он поймет меня он сам в этих краях бедовал ссылки сам сбежал отсюда и всего натерпелся он и только он может и должен всех спасти развеять тяжкую напасть на эту страну на ее страдавшийся народ сидя у почти затухшей печки гость наш умолк держа эмалированную кружку в пригоршнях через окошечко в избушку сочился нехотя свет нарождающегося застиранного дня беглец глянул на окошечко и допивая из кружки остатки теплого чая заторопился ну что вам еще к рассказанному добавить серый шмырь следом за мной тоже вышли к енисею выше меня по течению я скоро обнаружил их следы разграбленный чум кетто выехавших на лето рыбачить за чумом пристреленные собаки изнасилованная растерзанная женщина самого рыбака эти два шакала очевидно утопили в реке парнишку кетто посадили в лодку и оттолкнули от берега его поймал и спасла команда буксирного парохода в чуме беглые разжились едой с солью одежды впрочем какая одежда у рыбаков националов на месяц-два от кочевавших из тундра к енисею взяли ружье тоже самое которым вас застращали к ружью скорее всего уж нет зарядов и все хорошо что вы не связались бороться с ними они могли бы запереть вас в избушке и сжечь они на свободе они добрались до жилых мест и гуляют будут они ходить огибая большие станки города грабить и насильничать до холодов потом сдадутся никакой цели задачи у них нет я шел по их следам открыто заходил станки два раза меня задерживали отдавали в сельсоветы оба раза отпускали я не ворую не граблю и намерений своих не скрывая не отпускали с богом я уверен пройду дальше чем ссыльный шмыр но и движет милость я дойду до москвы чего бы мне это не стоило память товарищей страданий людей обязывают меня выполнять долг может быть последний самый главный в моей жизни дайте пожалуйста еще сольцы беглец в который раз пососал соли и покачиваясь на корточках возле печки ровно бы подумал вслух и все-таки не следовало при ребятишках наши ребятишки выгарки растут отозвался высотин и прислушался дует дует и дует не дает нам погода план добрать сматываться надо из этой тайги нигде покою человеку не стало да ребятишкам школу пора да наступает осень эхом отозвался от печки беглец спешить надо не выйду до зимы из-за полярье пропал давай мужик поспи маленько и уходи шишкари или ягодники и загарки объявятся черти принесут патруль нагрянет нам тоже не сдобровать да да вы правы я уйду соли узелок попрошу и хлеба кусочек до ножницы дикий волос папа мой сказал давай я умею маленько беглец сел посреди избушки на табуретку папа повязал его мешковины и закружился вокруг клиента защелкал ножницами однако обычных при этом складных присказок не выдавал я замел волосе в печку высотин бросил в полотняный кошель мешочек с солью булку хлеба да коробок спичек кусок сахара и со словами вот чем богаты подал его гостью благодарствую спаси вас бог не на чем чет не очень он нас спасет кто знает что завтра с нами будет не гневить не гневить всевышнего все под ним ходим не надо так не надо без веры жить а где ее вера то набраться у тебя да у меня хотя бы я же не терял веры даже там на краю гибели в тундре я стремлюсь к справедливости и бог мне помогает ну-ну стремись а мы тут выгарки такой справедливости навидали что некуда уж справедливей нет нет и нет мужики не победить человека ненавистникам исконную доброту в людях и сейчас не всех они не все сломили не всех не всех как ни странно среди интеллигенции именно среди той части самых обездоленных которые тюремные лагерные держи морды особенно люто ненавидят находятся люди столь стойкие что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников но вот подумайте сами почти ослепший от побоев карцеров недоедов старенький философ ученый заявляет начальнику лагеря и замполит я не могу быть арестованным это вывод на вечно арестованы как это гогочут граждане начальники а так вот сейчас войдет старший почину и вы вскочите руки пустой голове приложить а я как сидел на табуретке так и буду сидеть продолжая думать то чего не успел додумать прежде о человечестве и о вас буду думать поскольку есть вы несчастные заблудшие от роде и нечем вам думать лишены вы думательного инструмента ну да гладко ты баешь а мужика крестьянина они охмутали извели и все равно доброта и терпение разоружат изведут злодейство больно ты разоружил то шмыряя серого да тут правда ваша этих никаким даже и божьим словом не проймешь это уж продукт новой эпохи да завсегда они были и будут и межпрочем тоже отца мать имели и имеют верующих деревенских может и пролетариев но мать то идет одна не дай бог не дай бог мужики если серый шмырь да их сотворители начнут миром править конечно не дай и не приведи господи но значит с богом и вали дальше вроде утихает нам на сети скоро в полдень мы выплыли на сети хромого в бане уже не было спустившись к лодке мы увидели его резко припадающего на правую ногу километров двух от избушки он шел в направлении станка полой правился вверх по реке к свободе к заступнику всех обиженных и угнетенных и далеко ох как далеко и долго ему было еще идти добираться до тех мест где обреталась справедливость и не таял струя над берегом дымку и скоро хромой заподпрыгивал на сверкающем приплеске по которому катились козырьки слабеющих волн вот он отделился от приплеска метляком залетал закружился в синеватой дымке и воспарил его взяли спящего в деревне кубекова под самым красноярском и вернули обратно добавив пять лет сроку он убегал еще не раз и в один из побегов обморозил ступни обеих ног его вылечили назначили на штрафные работы в балластный карьер убежать из заполярье больше он не мог да и бежать из норильска с каждым годом становилось все труднее город обретал современное индустриальное советское лицо лагеря зоны проволока охранительные службы с будками стрелками отделялись от города укреплялись вооружались строгие конторы в удобных домах с теплым отоплением с электроосвещением с политотделами и подотделами возведены в центре города все это ладилось заселилась плодилась и прочный надолго нквдшники твердо верили навечно конвоир зубила из бывших водивший на работу штрафную бригаду развлекался тем что пелажного подростка заставлял прыгать соответственно стены карьера и тут же подниматься обратно откос карьера плыл подросток отчаянно гребся руками ногами карабкался не поддаваясь с места нахохотавшись до колик в боках веселый конвоир бросил подростку конец веревки помог ему подняться но не успел истязаемый сказать спасибо гражданин начальник как тот его столкнул вниз и клацая затвором веселился а ну наверх а ну доходила резво резво прекрати резко сказал конвоиру седой раскоряченно ступающий на обе ноги штрафник по прозвищу хромой бешено белее глазами конвоир передернул затвор двинулся на хромого но выстрелить не успел мелькнула в воздухе кувалда и на свежесиреющую кучу гравия вывалилась горстка еще более серого порезчиво ошмети напоминающая отцеженную опару из укоротившегося тела конвоира выбурливала кровь военные штаны потемнели в промежности овчарка верный друг и помощник зубилы взлаяла протяжно заскулила сорвалась в карьер и через минуту уже чесала в просторную тундру хромой сказал спасибо братья поднял винтовку зубилы тремя выстрелами вызвал начальника караула и не подпустив его близко прокричал бригада никакого отношения к убийству конвоира не имеет я убил его сделав резкий поворот хромой с винтовкой в руках кувыркнулся в карьер начальник караула и запыхавшиеся стрелки подбежали к обрыву карьеры и услышали да здравствует товарищ сталин и следом хрявски от мороза одинокий без эхо выстрел ну что ж вот и прошла ночь за чтением очень интересного рассказа рассказа тяжелого но тем не менее я попрошу еще буквально пару минут вашего драгоценного времени и попрощаюсь наталья владимировна я игорь александрович у елена викторовна г вера владимировна ша спасибо за прочтение антон москалёв татьяна анатольевна к лариса петровна с сообщение удачи дамы и господа я искренне от всего сердца благодарю вас за финансовую помощь именно такие меценаты как вы помогают делать аудиокниги в озвучке константина суханова таким образом все и каждый мы оставляем след в истории но это не значит что если вы не можете поддержать меня финансово вы не можете поддержать меня вовсе поддержка от каждого человека возможно друзья если вы поставили лайк если вы написали пару предложений о том как вам эта книга о том как чтец справился или не справился о том что понравилось что не понравилось вы уже делаете большое дело ведь вы помогаете моим книгам распространяться а уж если вы где-то поделились в своих социальных сетях это вызовет только уважение ваших друзей потому что человек который любит книги это модно всегда также во вкладке сообщества есть все мои социальные сети и вашими подписками вы тоже поддерживаете меня очень очень поддерживать я не хочу клянчить и просить деньги нужны я готов их заработать например я могу сделать очень вкусное классное поздравление или привет для ваших близких целую историю со звуковыми эффектами со стихами и это будет незабываемо я могу опубликовать вашу рекламу в книге и услышат десятки тысяч в общем за любую поддержку огромное спасибо прямо всей душой обнимаю вас ну что ж пока будем прощаться и до скорых встреч на страницах хороших книг плохих не держим с любовью и уважением к слушателям читал костя суханов